Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим об оформлении гражданства по браку, по действующему закону, по новому проекту, который предлагается скорректировать основания. Обсудим ещё раз те вопросы, которые вы задаёте, чтобы у вас было тоже понимание, что можно сейчас и что планируют изменить, какие будут новые условия. Значит, первое у нас есть статья 14 Закона о гражданстве. Пункт 2 по пункт Б даёт возможность оформить гражданство тем людям, у которых есть вид на жительство, штамп о регистрации, официально зарегистрированный брак с гражданином или гражданкой Российской Федерации. Брак может зарегистрирован быть на территории России, за пределами России. Главное, естественно, если за пределами, это легализация свидетельства о браке. И браку должно быть 3 года. Соответственно, не обязательно сдавать при наличии вид на жительство в том регионе, где постоянно зарегистрирована супруга. То есть, например, по паспорту России супруга может зарегистрирована в Костроме, у меня вид на жительство и штамп о регистрации в Москве. Я могу сдавать в Москве, в Сахарова, главное, официальный брак, 3 года браку, свидетельство о браке с гражданкой России, её паспорт с пропиской. Всё. Вот это условия по первому основанию. И мы сдаём срок рассмотрения 3 месяца, 54 месяц, значит, это уведомление, присяга и, соответственно, по оформлению паспорта. Вот первое условие. Второе условие – это когда я получил РВП в Российской Федерации, возможно, в том же регионе, где супруга, например, по браку, потому что здесь привязка к постоянной регистрации супруга или супруги гражданки России. Получил, значит, РВП по браку, например, и в соответствии с пунктом 2.2 закона о гражданстве при наличии общего ребёнка, а в свидетельстве о рождении я должен быть указан как отец. Соответственно, либо мы усыновили ребёнка, и тогда должно свидетельство об усыновлении и, соответственно, внесение изменения данных. Это обязательное условие. Наличие РВП, штамп о регистрации ставим, и, соответственно, дальше подаём, на гражданство сразу при наличии РВП. Если, опять же, у супруги, супруга есть паспорт России с постоянной регистрацией прописки, официально зарегистрирован брак, браку не обязательно должно быть 3 года. То есть при наличии РВП можем сразу сдать на гражданство при наличии общего ребёнка официального зарегистрированного брака. Браку может быть 6 месяцев, 7 месяцев, год может быть. Мы также сдаём при этом условия. Второй вариант, значит, получил РВП. Общих детей нету, сдал на вид на жительство через 8 месяцев, получил ВНЖ по браку и, например, родился ребёнок. То же самое, не выжидая трёх лет брака при наличии ВНЖ общего ребёнка, мы тоже сразу можем сдать на гражданство по браку. Обязательное условие паспорт России с супругой, супруги, постоянная регистрация, официальный брак, ребёнок. У меня ВНЖ, штамп по регистрации. И тогда браку можно не ждать, чтобы браку было 3 года. Ну, в ином случае, если нет детей, то вот условия, именно если я хочу сдать по браку на гражданство, то 3 года браку должно быть официально с момента регистрации в органах ЗАГСа либо, соответственно, в госорганах иностранного государства. Вот эти условия, они на текущий момент действуют, их никто не отменил и пока не собирается корректировать. Именно вот, именно в этом законе 2002 года. Есть новый проект, в соответствии с которым, собирается внести изменения, корректировку в это условие и отставить один вариант оформления гражданства по браку. Обязательное условие будет на наличие вид на жительство. Сейчас мы можем оформить с РВП или с ВНЖ при наличии общих детей или с ВНЖ при отсутствии детей. В новом проекте будет условие только при наличии вид на жительство. Официальный брак с гражданином гражданкой России, который проживающий в Российской Федерации. То есть, опять же, там по регистрации должен быть. То есть, временное нельзя оформить будет. И наличие общего ребенка. Он может быть рожденный в браке, он может быть усыновленным. Вот это условие остается по новому проекту. То есть, условие, когда мы оформляем гражданство с РВП или ВНЖ при наличии общего ребенка, условие с РВП, оно исключается. Остается только при наличии ВНЖ. И второе условие остается только при наличии общего ребенка. То есть, на текущий момент у нас есть два варианта. Даже, я бы сказал, три варианта, когда мы можем оформить гражданство по браку. Это с РВП при наличии общего ребенка сразу на гражданство, минуя ВНЖ. Это с ВНЖ при наличии общего ребенка сразу на гражданство. И это с ВНЖ при отсутствии детей на браку 3 года сразу на гражданство. То есть, у нас вот сейчас есть три варианта. Новый проект оставляет один вариант. То есть, наличие ВНЖ, брак официально зарегистрирован. И, значит, общий ребенок ему можем подавать на гражданство. Единственное, исключается условие, что браку должно быть три года. Вот такие вот изменения грядут, но, опять же, это проект об изменениях. На текущий момент только фактически это обсуждение проходит данное предложение от президента. Еще раз напомню, что на текущий момент еще пока даты нету, рассмотрение в первом чтении, у нас есть первое, второе чтение, третье, дальше савид-федерация, одобрение президентом и вступление в силу 180 суток. Поэтому, если вы по текущему закону, например, сдали на гражданство по браку при отсутствии детей с ВНЖ, сдали заявление, то его рассмотрят. Потому что вы сдали по действующему закону, и никто, соответственно, уже отменять на том условии, что вступил новый закон, ваше решение не будет. То есть, ваше заявление никто возвращать вам не будет. Главное, чтобы у вас его приняли. Поэтому решайте вопрос, подавайте, пока есть вот эти основания, варианты по действующему закону, потому что мы не знаем, какие будут корректировки, что будут носить и что в итоге, значит, какое финальное основание будет закреплено в законе. Так что пользуйтесь, пока уже есть вот отработанные схемы по оформлению гражданства по браку. Будем с вами на связи. Успех вам! Всего доброго!